Спасибо компании Ugi за возможность обозреть их новый планшет Ugi Q6. Они дали мне этот планшет и сказали, мол, говори что хочешь. И очень зря. Приветствую всех любителей порисовать и потыкать на кружочки. Очень надеюсь, что после этого видео мне не перестанут присылать планшеты. Поэтому попрошу вас подписаться на канал и поставить лайк под этим видео. Перейдем сразу к распаковочке. Коробка вся помята, но ничего страшного, все мы знаем, кто ее доставлял. На обратной стороне упаковки написаны какие-то особые возможности этой модели планшетов. Такие как модный и красочный съемный Type-C кабель, 6 программируемых клавиш, 4 области планшета. Об этом мы еще поговорим. Инновационный стилус, много уровней нажатия, возможность работать как правшам, так и левшам. Ну и поддержка различных порисулькиных программ. Внутри коробки вас будет ждать такой вот черный антистатический порлон, сам планшет и куча мелочевки. Под этой картонкой больше ничего не осталось, как видите. Внутри мелочевки вас будут ждать перо, сниматель наконечников, ну или халявное колечко на палец. Переходник с USB Type-C на microUSB и 11 сменных наконечников. Перо. Сейчас, подождите, я открою. Очень хорошо упаковывают, даже найти где открывать трудно. Так вот, перо из обычного пластика черного цвета с сердечком. Очень тонкое, очень легкое и у него нет кнопок. Переходник как переходник, ничего в нем интересного нет. Гайз с быстрым стартом тут очень необходим и нужен, я считаю. Так вот, для чего нужен был этот переключатель. Только сейчас на стадии монтажа прочитал в этом гайде. Оказывается, он нужен для переключения режимов между различными девайсами. Планшет, кстати, ехал почему-то достаточно быстро, а вот в сортировочном центре его задержали аж на две недели. Наверное, сортировщики были очень заняты. Вы только посмотрите, что с планшетом стало. Он круглый, блин, круглый. Ну а что, молодежный круглый планшет. Его кругловатость предполагает, что использовать его вы будете в вертикальном положении. Так кнопки будет удобнее нажимать. Это вот, кстати, тот самый переключатель режимов, полезность которого очень сомнительна. Не сразу, кстати, понял, для чего он нужен. В конструкции также имеется петелька для пера. Продел перо и побежал природу рисовать. Так, стоп. А где провод для планшета? Вы не поверите. Провод для планшета лежит в самом планшете. Да, на обратной стороне. А еще он с обоих сторон USB Type-C длиной 0 метров. Окей, а как я должен КПК подключить, если у меня провод мало того, что 0 метров, так еще и с обоих сторон USB Type-C? Хорошо, что у меня этих планшетов море, и я смог откопать провод с USB Type-C на USB. Пошли планшетик проверять. На проверке оказалось все не так смешно и весело, как хотелось бы. Open Tablet Driver планшет не видит. При использовании чувствуется некоторая небольшая задержка, возможно, есть какой-то встроенный смузинг. Проблема, которая имеется на большинстве планшетов, здесь присутствует. Не знаю, как назвать это явление, возможно, вы сможете придумать для него название в комментариях. Выглядит он вот так. При медленном ведении пера по планшету курсор начинает перепрыгивать пиксели. Особенно хорошо заметно, когда ты делаешь область планшета очень маленькой. Кстати, насчет настройки области. Я скачал официальный драйвер, и ее тут нет. У них нет настройки области планшета в собственном же драйвере. Но можно настроить нажим пера и макросы на клавишах планшета. Мда уж, не густо. Надеюсь, что в будущем они добавят настройку области хотя бы. Ну что ж, давайте все подытожим и сделаем выводы насчет этой модели. Начнем с минусов. Господи. Первое. Планшет не определяется в Open Tablet Driver. Второе. Область планшета нельзя настроить даже в официальном драйвере. Следовательно, играть в OSU нет. Точно нет. Даже не думайте. Третье. Непонятная кнопка, для чего она вообще нужна, никто и знать не знает. О том, что она нужна для переключения режимов, вряд ли догадаешься. Более того, я даже не сразу догадался, какие пользоваться. Четвертое. Отсутствие кнопок на пере планшета. Ну, непонятно, еще минус это или плюс, конечно. Пятое. Провод 0 метров. А также USB Type-C на обоих сторонах. Подключить к ПК такой планшет вы не сможете. Но даже если вы докупите переходник, то длины провода вам все равно не хватит. Итак, пока вы разглядываете сравнительную таблицу этого планшета и других представителей, я расскажу вам о плюсах этой модели. Да, несмотря на огромное количество выдуманных мною минусов, есть, оказывается, и плюсы. Первый и самый главный плюс, который перечеркивает большинство минусов, о которых я вам говорил ранее, этот планшет предназначен для мобильного использования. То есть вы берете этот планшет, подключаете к телефону, планшету или даже ноутбуку где-то на выезде, в метро, на природе и пользуетесь им. При том, что конструкция предполагает к этому. Второе. 0 метров провод. Он не будет путаться под руками, ногами и мешать окружающим. Вы будете спокойненько сидеть у себя в автобусе или метро и рисовать что хотите. Тем более он у вас уже в планшете. То есть вам не нужен отдельный кулечек для провода. Перо. Да и бог с ним, что без клавиш, зато оно маленькое, легкое, удобное и также можно встроить в планшет. Производитель буквально кричит о том, что планшет для мобильного использования. Берешь перо, втыкаешь в петельку, берешь провод, укладываешь его в паз. Взял телефон, закинул все это в сумку, пока едешь на учебу или еще куда-то. Что-то придумал, раз, достал телефон, планшет, провод достал, подключил к телефону, перо достал. И сидишь рисуешь себе спокойно. В общем, этот планшет идеально подойдет для мобильного использования. На стационарном ПК его использовать тоже можно, но с натяжечкой. А вот для игры ВОЗу, нет, точно нет. И если тебе понравился этот обзор, то не скупись на лайк и подписку на канал. А счастливчики, которые были подписаны на мой канал Бусти, огромное вам спасибо за поддержку. Кстати, если хотите, то в описании будет ссылка на парочку бесплатных таких подписок. Успейте забрать. А у меня на этом все. Желаю всем удачных покупок.